Можно ли использовать различные наполнители вместо кварцевого песка для песочного фильтра? Как подобрать правильно мощность и подключить песочный фильтр? Всем привет, на связи магазин Волна. Сегодня мы поговорим о песочных фильтрах и ответим на самые часто задаваемые вопросы. Начнем мы с того, как правильно вообще выбрать мощность песочного фильтра. А выбирается она следующим образом. Умножается объем бассейна на 3 и делится на 12. То есть у нас фильтр работает 12 часов в сутки и он должен профильтровать весь объем за 3 раза. И еще вы можете подобрать мощность, исходя из характеристик производителя. То есть под каждой мощностью указан объем, на который он в целом и предназначен. Также хотел бы заметить, что два отверстия в каркасных бассейнах диаметром 32 мм. Если мы рассмотрим песочные фильтра от фирмы Bestway на 3028 мм в час, у них шланги идут 32 мм в диаметре. И поэтому здесь ничего придумывать и покупать какие-то переходники не придется. Но если мы рассмотрим уже фильтра помощнее, то у них идут шланги диаметром 38 мм. И для того, чтобы их подключить, нужно приобрести либо переходник с 32 на 38, либо делать вырез в самой чаше бассейна. Вот эти муфты, которые входят в комплекте, входные и выпускные, прислоняются к самой чаше и уже делается разрез под диаметром. Но кто-то боится это делать, боится неправильно сделать вырез и повредить чашу, поэтому используют переходники. Кто-то же еще использует плунжерные клапаны. То есть они таким же образом ставятся на впуск и на выпуск. Это делается с целью того, чтобы можно в любой момент перекрыть подачу воды и провести какие-то технические работы с песочным фильтром. Для того, чтобы песочный фильтр работал, необходимо заполнить его кварцевым песком фракции 0,4 либо 0,8. То есть обычный речной песок не подойдет в этом случае, потому что он предназначен больше для строительных каких-то работ, для пескоструев и не обладает необходимыми свойствами. Также многие используют шарики, вот эти полисфир от фирмы Bestway, но их я бы не совсем порекомендовал, потому что они обладают маленькой пропускной способностью и уже после загрязнения, там, на первую либо на вторую стирку, в целом являются уже не совсем пригодными. Поэтому используйте кварцевый песок, он стоит небольших денег, 25 килограмм мешок вы сможете использовать достаточно долго. И кварцевый песок засыпается в начале сезона, перед тем, как вы, соответственно, запускаете песочный фильтр и уже выбрасывается по окончании. Даже кто-то его просушивает, но я не думаю, что овчинки стоят выделки и стоит этим заниматься, потому что это не такие деньги, проще выбросить и не заморачиваться над этим. Как понять, что фильтр загрязнился и что делать в этом случае? У каждого песочного фильтра есть манометр, который показывает, соответственно, давление. Когда давление повышается, стрелка об этом вам сигнализирует. После этого необходимо сделать обратную промывку, чтобы как раз-таки вся грязь скопившейся в фильтре ушла. Какой фильтр лучше, индекс или быстрый? В первую очередь обращайте на мощность, которая подойдет для вашего объема бассейна, а также обращайте внимание на стоимость, что выгоднее. Потому что все фильтра и дальнейшие комплектующие взаимозаменяемые. То есть, если у вас бассейн от фирмы Bestay, вы сможете спокойно поставить фильтр от фирмы Index и наоборот. Также многие спрашивают, какой фильтр лучше, картриджный или песочный? Но, очевидно, песочный фильтр намного лучше, намного мощнее и им проще пользоваться. Так как не нужно постоянно промывать картриджи, производить замену и дальнейшие какие-то работы. То есть, вы песочный фильтр засыпали кварцевый песок, сделали подключение, он у вас весь сезон работает, намного лучше фильтрует и намного лучше себя проявляет по сравнению с картриджем. Многие спрашивают, если у меня есть песочный фильтр, понадобится ли мне какая-то дальнейшая химия, понадобится ли вообще мне пылесос и какие-то другие аксессуары. Я всегда привожу пример с компотом, когда вы варите, допустим, компот с вишней. Вот вы добавили туда сахар, добавили сами косточки вишни, да, соответственно, он у вас какое-то время поварился, вы вытаскиваете косточки, но сам компот, он не остался без сахара, то есть, компоненты в нем никуда не делись. То же самое и с бассейном. Вы, когда его профильтровали, это не значит, что состав в воде поменялся, не значит, что там, ну, как бы не осталось сахара, грубо говоря. Также там есть бактерии и вирусы, то есть, ну, если проводить аналогию, вы таким же образом убираете косточки, таким же образом убираете скопившуюся в нем какие-то частицы, да, мелкие. А уже для того, чтобы вода не цвела, для того, чтобы вода была всегда чистой, прозрачной, да, нужно использовать естественную химию. То есть, это абсолютно две разные вещи, которые друг без друга никаким образом не могут взаимодействовать. Ну, на этом было все. Если у вас остались вопросы, на которые я еще не ответил, вы можете написать их в комментариях, и мы обязательно их разберем в следующей части. До новых встреч. Всем спасибо за просмотр.